Pick Me Girls. Именно так называют девушек, которые хотят произвести впечатление на мужчину с помощью довольно странных манипуляций. И которые стараются выделиться на фоне остальных соперниц любыми способами. Кто-то, например, старается привлечь своей необычностью в интересах. Кто-то кривляется и старается быть милашкой. А кто-то полностью подстраивается под мужчину и его взгляды на жизнь. В общем, сегодня мы поговорим о тренде, который вышел за пределы тиктока и теперь наводит шумиху среди девушек по всему миру. Что это за тренд, откуда он взялся и, самое главное, как ненависть к женщинам стала трендом. Затронем кей-поп, абсурдные тренды в тиктоке и поговорим о мужских манипуляциях. В общем, присаживайтесь поудобнее, потому что нам сегодня предстоит очень интересная и пикантная тема. Готовы? Тогда поехали. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там мы говорим о личном и публичном. И ставьте лайк под этим видео. А мы начинаем. Если кто помнит, то примерно полтора года назад я снимала ролик про тренд «Я не такая, как все». И на первый взгляд вам, как и мне, могло бы показаться, что не такие, как все девушки и пикми-девушки, это одни и те же люди. Но покопавшись в этом вопросе, в конце меня таки осенило, что у них есть одно огромное отличие. «Я не такая, как все» глобально не такой уж и токсичный тренд. Девушки, следующие за этим трендом, просто хотят показать миру, что они уникальны, индивидуальны и имеют свою изюминку. Ну, например, «Я не такая, как все, я ем еду своего хомячка на завтрак». И хоп-то вроде и отличилась, но вроде никому этим не навредила и никого не обидела. Ну, разве что хомяка. А вот пикми-девушка делает это с одной весьма токсичной целью — показать свое превосходство над другими девушками, дабы быть выбранной мужчинами. Ведь дословно пикми переводится как «выбери меня». Такая девушка готова приступить через свои принципы, позабыть о том, что она реально любит, и говорить и делать только то, что точно понравится мужчинам. Только бы ее выбрали. Ну, например, «Я не такая, как все», скажет, что она любит футбол для того, чтобы почувствовать себя особенной. Но, во-первых, она глобально никому этим не вредит. А, во-вторых, она может потом пойти и реально набивать мячи во дворе, и даже получать от этого удовольствие. Но в случае с пикми девушка скажет, что она обожает футбол только для того, чтобы понравиться мужчинам. Да, даже если футбол она терпеть не может, а Роналду в первую очередь знает как модель нижнего белья Кэлвин Кляйн. В общем, время идет, и вместе с ним меняются и тренды. И сегодня мы поговорим о поведении и манипуляциях, которые получили название «Пикми». Если посмотреть словарь интернет-сленга, то там написано «Пикми гелл» — это девушка, которая из кожи вон лезет, чтобы произвести впечатление на парней и заставить их думать, что она не такая, как другие девушки. Все началось, когда в Твиттере начал набирать популярность хэштег «Твит лайк и пикми». С таким хэштегом стали появляться шуточные посты, высмеивающие женщин с патриархальными взглядами на жизнь. То есть те, которые считают, что мужчина — это царь и бог. А удел женщины — это сидеть дома, варить борщи и делать все, чтобы мужчина ни в чем не нуждался. Сейчас покажу наглядно, чтобы все было ясно. То есть вот, например, пост Амары Ланегро, американской певицы, в котором она в обтягивающем платье намывает ванную комнату и пишет «Дом мужчины — это отражение его женщины. Быть красивой для меня — это просто бонус». Или вот Айша Карри пишет, что сейчас все надевают на себя минимум одежды, и она предпочитает скрывать все самое сокровенное для всех, кроме своего мужчины. В общем, суть тренда вы, надеюсь, уловили. Женщина ставит мужчину на первое место, а вот танк, что уже на этаже 7 ниже, ее желания и интересы. Причем ключевой момент здесь — это то, что такие девушки одновременно с тем, как ставят мужчину на пьедестал, отрицают и принижают других девушек с другими взглядами. И вот такие вот посты пользователи стали переделывать в шуточную форму и добавляли хэштег «Tweet like a picme», то есть виднее, как если бы ты была «Picme девушкой». Получалось примерно следующее. «Клянусь, я никогда никуда не хожу. Вечеринки — это не мое. Я просто скромная девушка, которая смотрит в стену». Или вот еще интересненькое. Девчонки, вы реально бросаете своего мужчину после того, как он изменил. Дайте ему сделать свои ошибки. Дайте ему расти. Или вот еще мое любимое. «Я готовлю все с нуля, даже рис». Девушке, которая использует покупной рис, потом не жалуйтесь, что ваш мужчина от вас ушел. В общем, смех смехом, но в жизни такое реально иногда встречается. Кстати, не могу не отметить, как мне приятно, что вы мне пишете комплименты по поводу моих образов для видео. Я в последнее время с разборами этих трендов и звезд прям хочу примерять разные образы и вживаться в разные роли. И думаю, и вам, и мне сразу становится интереснее смотреть ролик. Но любишь в красивых вещах ходить — люби их и мега аккуратно носить. Я вот для одного из образов купила такой шикарнейший белый корсет. Но к моменту, когда я села перед камерой, заметила пятна от своего тональника, косметики и злорадной капельки кофе, которые я пила, пока собиралась. Я уже этот реквизит списала и подумала, что мир не увидит эту роскошь. Но все-таки решила дать ему последний шанс и попробовать универсальный пятновый водитель-отбеливатель мой Рэвит. Я растворила порошок в горячей воде и замочила кофту на 15-20 минут. И вуаля, вот что из этого получилось. И еще одна моя вечная боль — это белые полотенца, которые пачкаются остатками косметики и уходовых средств. И с ними пятновый водитель тоже справился на ура. При этом он не повредил ткань, и мне не пришлось делать дырку, дабы как следует заставить средство поработать. Ну, помните, как мы это раньше делали? В общем, это средство стало моей палочкой-выручалочкой. И не только для вещей, но и для дома. Ведь помимо стирки его можно использовать для чистки посуды, кухни, для туалета, ванны и ковров. В общем, оно заменяет килограммы химии. А еще у них есть классный инстаграм, где можно посмотреть разные лайфхаки по уборке и способы применения порошка «Мой Рэббит». В общем, переходите по ссылке и заказывайте «Мой Рэббит». Одного средства хватит на весь дом. Ну, а мы продолжаем. В общем-то, вскоре все это дело дошло до тиктока. Концепция немножко изменилась, и вместо дальнейшего продвижения этой культуры произошло обратное. Пикмигелс стали высмеивать. Изначально классическая «Выбери меня» изображалась как девушка, которая старается произвести впечатление на парня тем, что она не похожа на других женщин. То есть высмеивала стандартные женские увлечения и приписывала себе традиционно мужские. Пикмигелс не такие, как все эти глупые женщины со своими сериалами и диетами. Это прямая противоположность других женщин. Они смотрят хоккей, зачастую даже не потому, что он им нравится, а именно, чтобы быть своей для мужчины. Они смеются над другими девушками, над их реакциями, мыслями и увлечениями. В общем, они являются как бы антиподом собирательного стереотипа женщин. Водать тех самых из тренда «Oh, I love being a woman». Ну, например, Пикмигелл может сказать вот так. «Ненавижу коктейли – это бабский напиток. Я люблю хряпнуть пивка». Или же «Ненавижу розовые цветы косметику. Я люблю джинсы, натуральность». Или вот еще. «Женская дружба – это отстой, а вот мужская – другое дело. Поэтому я люблю находиться в мужской компании». Здесь, конечно, может сразу встать вопрос, что женщинам в современном мире действительно может нравиться и футбол, и рыбалка, и вести себя в мужские. Но суть тренда заключалась в высмеивании таких девушек, которые делают это специально, чтобы понравиться парню. Образ Пикмигелл попал в болевую точку женской аудитории. И тиктоки на эту тему посыпались как мандемс. Тренд стал очень популярным в Америке, но некоторые российские блогеры тоже не оставили его без внимания. «Блин, так я не люблю тусовки, если честно. Потом убираться столько надо много. Мне же никто совсем не помогает. Я это все одна делаю. Ну, я просто люблю убираться. И готовить, кстати». То есть, по сути, под хэштег «Пикми» попадало абсолютно любое наигранное поведение девушек с целью понравиться мужчине. Потом сюда же стали входить различные приемы и тактики соблазнения, которые кричат «посмотри, какая я особенная, не то что они». «Я не такая. Я вот такая». Знаете, лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы стараться привлечь внимание партнеру противоположного пола. Ну, конкуренция есть конкуренция. Я вот мужчин на улицах Петербурга вижу разве что по праздникам. Однако другой вопрос, каким способом это делается. Давайте сейчас посмотрим на основные техники «Пикми Геулз» и вместе их пообсуждаем. Итак, первый тип. «Я не такая, как все женщины. Дружу только с мужчинами». Думаю, не открою вам Америку, если скажу, что мужчины любят, когда с девушкой у него много общего. Поэтому, когда девушка предпочитает окружать себя друзьями-мужчинами и презирает женскую дружбу, она по канонам тренда автоматически попадает в разряд «Пикми Геулз». «Ай, блин, я так и знал, что ты это скажешь, а? Любимый мой друг». Такие девушки действительно есть, их много и я против них ничего не имею. Им, как правило, просто чузда, женская драма и эмоциональность, и им нравится находиться именно в мужской компании. Они, как правило, ведут себя как мужчины и одеваются тоже как мужчины. Яркий тому пример реализа шоу «Пацанки». Но есть и те, кто пытается искусственно стать своей в мужской компании. И им характерны примерно вот такие фразы. Девушки умеют лишь завидовать, поэтому я дружу только с парнями. А я вот не крашусь и не сплетничаю, как другие девушки. В женском коллективе в целом ужиться невозможно. Женской дружбы не существует. И вообще, мне кажется, что девушки сами доводят своих бедных парней по пустякам. И все это делается с одной только целью — выделиться среди соперниц и получить мужское одобрение. Например, ее потенциальный избранник любит посидеть, поиграть с пацанами в приставку. И вот уже вечером девушка гуглит, как научиться играть в Mortal Kombat за один день. Я надеюсь, Mortal Kombat существует в мире приставок, потому что я взяла пример с потолка. Если нет, то напишите в комментариях, будем просвещаться. А я принесла скотч. Не знаю, пьете ли вы скотч, но... Чего? Скотч? Попробуйте. Попробуем? А во что играете? Xbox. А мне можно? Да. Так. Вот так. Еще одна из весьма сомнительных, как по мне, техник Pick Me Girl — это окружить себя липовыми друзьями мужского пола, чтобы парень начал сильно ревновать. Таким образом, как утверждается в этом сообществе, это вызывает неминуемое желание парня сделать вам предложение. Ну, авантюра весьма сомнительная, скажу я вам. Не знаю, мне сложно представить парня, который бы в таком случае сидел и думал. Блин, у моей девушки столько друзей-парней. Она с ними и по кальянам ходит, и в приставку играет, и в походы гоняет. Она особенно. Нужно срочно делать ей предложение. Ну и в обратную сторону это тоже работает. Вы, думаю, как и я, с трудом представить ситуацию, в которой вы будете думать примерно вот так. Господи, какой он классный, и у него столько друзей-девушек, и он всем-всем помогает. Одну вон в Турцию свозил, потому что она год не была в отпуске. С другой каждый вечер ходит ужинать, чтобы ей было веселее. А третью у себя в квартире посидел, когда узнал, что она рассталась с парнем. Ну, да, у него в студии, да, в своей кровати, но ему просто для людей ничего не жалко. Но не мужчина, а золото. Жду не дождусь, когда у нас будет семья. Я уж тут для драматичности слегка аутрировала, но, думаю, суть вы поняли. Вообще, не знаю, как вы, но я вот в дружбу между мужчиной и женщиной верю с натяжкой. Ну, только если их не связывает общий сеттинг. Например, они коллеги или однокурсники. В другом случае, по крайней мере, на моем опыте, кто-то в кого-то влюбляется. Как бы нам порой не хотелось обратного. Кстати, напишите в комментариях, верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной. Будет интересно почитать. Вдруг у кого-то был другой опыт. Итак, техника 2. Я вся такая натуральная, а они нет. Я не хожу к косметологу, не делаю ногти, брови и ресницы. Я вся такая хорошая, натуральная, да и к тому же экономная женщина. Выбери меня. Это еще одна любимая фраза девушек из сообщества Pick Me Girl. И опять же, если девушка это делает, потому что она действительно всеми ногами и руками за натуральность, то я не вижу в этом ничего плохого. Но если она так говорит только ради мужского одобрения, а сама грустит у окна, что у нее отрос маникюр, это проблема. И да, про экономичность. Вот тут лично для меня вопрос спорный. Мне кажется, что если что-то приносит тебе удовольствие, поднимает настроение и дает энергию, то это точно того стоит. И потраченные, казалось бы, впустую деньги на кофе, без которого ты могла бы обойтись, или педикюр, который никто не увидит, окупает себя с лихвой. Потому что после этого ты уже себя совершенно по-другому ощущаешь и готов свернуть горы. Ну а если вы встретили мужчину, который считает ваши бьюти привычки транжирством, то это не делает кого-то из вас плохим. Это лишь значит, что ему и вам нужны совершенно другие люди. Что тоже абсолютно нормально. И финальная третья техника. Посмотрите, какая я милашка. Если вы притворяетесь маленькой девушкой с мимимишным голосом, то поздравляю. Возможно, вы пикмигел. Возможно, потому что есть одно важное условие. Пикмигел именно искусственно выдавливает милоту, притворяясь маленькой глупенькой девочкой. Чтобы специально показать, какие они слабые и беззащитные. Даже если они такими не являются. Я тут недавно, кстати, видела один шуточный рилс. Девушка в нем, конечно, не является пикмигел, но она круто показала вот этот контраст, о котором мы сейчас говорили. В последнее время такое поведение стало очень популярным в кей-поп-культуре среди корейских айдолов. Девушек очень часто критикуют, что они хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. И, видимо, некоторым людям это кажется слишком наигранным. Давайте договоримся на берегу во избежание моей экзекуции. Я знаю, что среди вас есть поклонники кей-поп-культуры. Да и я сама восхищаюсь айдолами. И ни в коем случае не хочу кого-то задеть или оскорбить ваших кумиров. Я просто делюсь информацией и фактами, которые нашла на просторах сети. Чтобы показать пример того, как развивается этот тренд. Поэтому давайте договоримся ни эту, ни любую другую информацию с этого ролика не принимать близко к сердцу. Так вот, Чан Ваньон из южно-корейской группы Айв стабильно получает свои порции хейта за то, что она, например, слишком мило ест клубнику. Или слишком красуется на сцене. Или за то, что всегда хочет выделиться среди остальных участниц группы. Также страдает и юная из группы Идзи. Ее тоже обвиняют в фальшивой манере поведения и в том, что она слишком неестественная. Думаю, суть вы уловили. То есть сейчас под понятие Пик Мигел попадают, в принципе, все девушки без разбора. Которые, по мнению других, стараются выделиться в неестественной для себя манере. И теперь из шуточного тренда, который перевернулся с ног на голову, Пикми культура набирает обороты и порождает новые ядовитые тренды. Пикми тренд не стоит на месте и эволюционирует. И если раньше Пикми были в основном девушки-подростки и студентки, то сейчас они доросли до мам. А точнее, мам мальчиков. Тренд основан на том, что мамы ставят своего сына или сыновей на первое место. Во всем оправдывают его и защищают. И хотят стать для него единственной женщиной в его жизни. Мамочки в этом тренде гордятся близким, я бы тоже сказала, очень близким контактом со своим сыном. И, по сути, становятся для него прототипом идеальной жены. Скажу честно, этот новый набранный оборот меня, правда, пугает. А под хэштегом Boy Mom, мамы учат своих маленьких сыновей готовить. Ну, чтобы будущая избранница не смогла удивить его своей стрипней. Получается, они заведомо ревнуют и соперничают с несуществующим соперником. Учиться наготовить отлично. Это один из самых необходимых навыков для каждого человека. Если мужчина умеет готовить, то это круто. Но такая подача прямо-таки намекает на холодную войну с будущей невесткой. Вот, девочки, если бы увидели такой тик-ток от своей будущей свекрови, что бы делали? Сняли ответную реакцию или штудировали авиасейлс? Есть и еще одно направление пикми, но только в мужской интерпретации. И здесь надо признать, с манипуляциями дела обстоят намного ярче. Итак, кто же такие эти самые пикми бойз? Я перерыла их чатики на Reddit, изучила их гайды обольщения и сделала собирательный образ таких вот боев. Сейчас приведу вам пример поведения такого парня, а вы в комментариях пишите, встречали ли вы такие экземпляры в реальной жизни. Мы, девушки, конечно, любим, когда нам делают комплименты и говорят слова поддержки. Когда про нас помнят, заботятся, слушают и, главное, слышат. И вот, значит, находится такой хороший со всех сторон парень. Он умный, амбициозный, понимающий и романтичный. В общем, тот самый Пук Чин Ын владелец завода, парохода и, как ему кажется, вашего сердца. Но вот незадача. Он не в вашем вкусе. Ну, не понравился он вам. И планов на него у вас нет. А вот у пикми бой на вас очень даже есть. И вот тут начинается хоровод манипуляции. Пикми парень грустно произносит примерно вот такую фразу. Хорошие мужчины не нравятся женщинам. Им подавай скейтера-абьюзера, который им будет изменять и звать на свидание под пивко в подъезде. Это типичная манипуляция, которую учат в сообществах пикми боев. Ему надо противопоставлять себя этим грубым, наглым и типичным мужланам. Мол, я вот, например, хороший, но девушки почему-то меня не выбирают. Далее он делает комплименты, проявляет заботу и делает все, что вы пожелаете. Вам с ним весело, и он как будто бы уже даже становится вашим лучшим другом. И следующие признаки пикми боя — нотки самопринижения. Я не достоин такой девушки, как ты. Ведь ты принцесса. Я бы тебя на руках носил, но, к сожалению, ты никогда не выберешь такого, как я. Ну, или что-то в этом роде. И тут вдруг девушка начинает жалеть парня, убеждать его в обратном и неожиданно задумывается. Может, все-таки стоит попробовать? Парень-то стоящий. А таких, как он, по пальцам одной руки пересчитать. Этим пикми боя и орудуют жалостью. Но как только вы оказываетесь в отношениях с таким парнем и думаете, что наконец-то кто-то оценил вас по достоинству, готовьтесь. Вас ждет следующий коварный ход по гайду обольщения. Обесценивание. Да, ты оказалась такая же, как все. А я-то думал. И вот девушка уже на крючке манипулятора и пытается наказать обратное. Знаете, пока я это все рассказывала, поняла, что я видела какую-то похожую схему в сериале «Жить жизнь». Там парень тоже состоял в таком культе, где им рассказывали, как правильно манипулировать женщины. А потом они применяли все эти знания на практике. Я не заслужил такую красоту. Я же говорил тебе, пойдут открытые ноги. Хотя могло быть покороче. И талию я бы подчеркнул. Кстати, если смотрели его, то пишите, как вам. В общем, возвращаясь к манипуляции. Думаю, вы прекрасно понимаете, что здорово, а не всегда здорово. Я не говорю, что нет хороших мужчин. И не заставляю вас от подобных парней бежать, сверкая пятками. Просто будьте внимательны к таким деталям. В конце концов, не зажажем мы сейчас в этом всем разбираемся. Кстати, если вы оказывались в подобных отношениях, то поделитесь своим опытом. Думаю, многим, включая меня, будет интересно почитать. Как видите, шуточного тренда пикми в какой-то момент превратился в некий сплав токсичности и манипуляции. Да и вообще, тренд построен на мизогении, то есть на ненависти к женщинам. Изначально было так себе заявочкой на успех и долгую жизнь. Высмеивать женщин в какой-то момент стало популярным. И чтобы в этом убедиться, достаточно просто заглянуть на концерты стендап-комиков. Поаплодируйте, девчонки, у кого хоть иногда бывает такая штука, что вы поругались со своим парнем, потом забыли, из-за чего вы поругались, но помните эмоцию. Мы прекрасно знаем это, кстати. Мы всегда вас палим. Знаете когда? Когда мы приходим мириться с вами. Мы просто ничего не говорим. Мы такие, давай обсудим. И вы такие, давай. И в сука, по позе нахуй видно, что у вас никуда почвы под ногами нет. Потому что мы такие, ну вот смотри. Я сказал, вот так-то, вот так-то. Почему ты так среагировала? Это же нормальная обычная фраза. И вы такие, да, фраза нормальная, но как ты ее сказал? Да, комедия это мощный инструмент, но не всегда это бывает уместно. В конце концов, от пикми движения страдает много девушек, которые действительно любят, например, футбол или ходят с короткой стрижкой. Или у них есть какие-то мужские увлечения. А касательно неестественного поведения кей-поп-айдолов, я вообще думала, что это их работа и часть сценического образа. Более того, у них есть гайдлайн от продюсеров, где, как правило, четко прописано то, что, как и когда, они должны делать. Да и даже если это не так, и они просто сами хотят казаться милыми в кадре. В этом тоже нет ничего такого. Не совсем корректно, мне кажется, и высмеивать женщин за то, что они хотят нравиться мужчинам. В общем-то, как и то, что мужчины хотят нравиться женщинам. Это вполне нормально. Да, конечно, ситуация, когда девушка идет за одобрением мужчины, отодвигая себя на самый последний план, не совсем здоровая. Как и мужчины, которые маскируются под другого человека, пока не добьется девушки. В общем, вывод напрашивается только один. Оставайтесь собой, занимайтесь тем, что нравится вам, одевайтесь так, как нравится вам, и общайтесь с теми, кто нравится вам. И только в таком случае вы притянете человека, который подойдет именно вам, а не тому альтер-эго, которое вы создали ради другого человека, и которое вам рано или поздно надоест. Пишите в комментариях, встречали ли вы пикми девушек или парней, и ставьте лайк под этим видео. Ну, а на этом сегодня все. Я с вами прощаюсь, и до скорых встреч.